добрый день дорогие пекари сегодня я хочу вас познакомить с очень интересным рецептом это пшеничный хлеб для диабетиков на мой взгляд очень важный рецепт он уже давно мне встретился в одной советской книге я постоянно про него помнила и очень хотела сделать но как-то все руки не доходили и наконец я собралась и сделала его на мой взгляд тема очень важная прям считала своим долгом вам показать этот рецепт это полностью пшеничный хлеб обычно диабетики избегают пшеничного хлеба но это пшеничный хлеб на закваске и он абсолютно безвреден для диабетиков я думаю даже очень полезен поэтому давайте разбирать этот рецепт я думаю он вам полюбится и понравится давайте приступать сегодня мы будем делать хлеб для диабетиков пшеничный хлеб для диабетиков те кто страдает этой болезнью стараются минимизировать количество пшеничной муки потому что в ней много крахмала она легко переходит в сахар и повышает сахар в крови я знаю что многие диабетики переходят полностью на хлеб из грубой муки и не всем это помогает многие переходят полностью на ржаной хлеб сегодня мы сделаем пшеничный хлеб на ржаной закваске для диабетиков здесь у меня ржаной стартер у меня густой если вы используете стопроцентной влажности я в описании вам дам пересчет понадобится готовая клейковина пшеничной муки чистая клейковина не мука а именно клейковина и пшеничные отруби первое что нужно сделать это основу берем клейковину посмотрим сколько у меня здесь высыпала всю клейковину которая у меня есть 180 граммов будет и берем пшеничные отруби в этой упаковке 150 граммов я также высыпаю все далее берем ложку либо любую другую мешалку и перемешиваем чтобы у нас соединились отруби и клейковина смотрите что мы делаем мы взяли только оболочки зерна мы не взяли крахмальную часть и мы взяли только белковую составляющую зерна но полностью исключили крахмальную часть далее берем соль 6 грамм если вы любите добавки например тмина или кунжута или какие-то другие семечки вы можете добавить и берем ржаную закваску оставлю вот такой минимальный кусочек себе на разведение 110 граммов закваски добавляем воду 300 граммов и начинаем перемешивать в процессе смотрим у вас может быть разного качества клейковина по разному впитывающую воду может потребоваться больше воды такая упругая масса у меня получилось смотрите 300 граммов воды у меня здесь есть желание еще немного воды добавить потому что даже вот сухие части снизу присутствует добавлю еще чуть-чуть воды пусть будет еще 50 граммов хорошенько промешиваем чтобы у нас не было комков чтобы полностью разошлась закваска но сейчас влажность мне уже нравится так ну все замесили соединили накрываем крышечкой оставляем минут на 30 для набухания потом еще раз замесим прошло 30 минут набухло у меня тесто смотрите за счет того что здесь много клейковины она может быть такая комковатая то есть она могла быстро схватить воду и немного скомковаться поэтому нужно тесто вымесить как следует можно сделать это в технике в любое можно руками но самое главное чтобы комков не осталось смотрите замесила я тесто на такого непривычного вида потому что мы видим волокна клейковины сейчас я его немного соединю здесь мы конечно никакой гладкости не добиваемся потому что она не получится здесь у нас основа каркас из чистой клейковины наполнение из-за трубей и нужно учитывать что здесь крайне мало питания для нашей закваски нет крахмала не будет сахаров поэтому бродить тесто будет меньше по времени укладываю в миску накрываю крышкой и поставлю в духовку на температуру 30 градусов брожение дам всего три часа тесто про бродила мне три часа заметно разрытывалась выпекать я решила форме вот в такой круглый на этот раз беру смазку для форм рецепт смазки есть у меня на канале посмотрите смазка хранится у меня в холодильнике сильно застывает поэтому кистью наносить неудобно а в руках она моментально начинает таять от тепла рук и очень удобно носить наносить руками заодно чуть промасленные руки ими проще формовать заготовку интересное какое тесто получилось такое волокнистое смотрите я формую прямо на весу круглую заготовку подворачиваю все вниз можно перевернуть и еще поджать можно сразу округлить чтобы запечатать шов округлила запечатала укладываю форму чуть-чуть прижимаю гну сейчас накрою пленкой и оставляю на расстойку до увеличения в полтора раза примерно то есть чуть чуть не доходя до края формы где-то на палец можно чуть чуть больше не забывайте накрывать пленкой расстойку также сделаю в духовке включены на 30 градусов оставляем подходить смотрите хлеб у меня расстоялся расстойка заняла полтора часа как раз он поднялся не доходя палец до верха формы а макушка уже вышла выше формы выпекать я буду в начале с паром 15 минут затем уберу пары до пику до готовности начальная температура выпечки 225 градусов вот у мне как раз сигналит сейчас духовка на том что она нагрелась и потом я снижу температуру до 210 и общее время выпечки составит около 50 60 минут отправляю выпекать хлеб у меня испекся давайте на его смотреть об чуть-чуть неравномерно сформовала так смотрите какие замечательные бока равномерно пропеченный румяный очень красивый оставляю остывать но потом мы с вами обязательно его разрежем и посмотрим какой внутри хлеб у меня полностью остыл и давайте посмотрим что же получилось очень мягкая гибкая корочка смотрите я режу он прям проминается и вот такой очень интересный мякиш он пахнет вкусно чуть-чуть плотнее снизу чем хотелось бы но верхней части разрыхленно красиво и по моему очень интересный хлеб в этом хлебе самое главное что он полезный он безопасный для тех у кого диабет поскольку всю крахмалистую часть зерна мы здесь убрали оставили только отруби то есть оболочки зерна и клейковину то есть белок зерна то есть в этом хлебе основные составляющие это белок и клетчатка и еще этот хлеб будет полезен тем кто очень внимательно следить за собственным весом старается ограничивать количество углеводов своей пищи не ест хлеб например по вечерам такой хлеб без опаски можно есть по вечерам и можно есть тем кто худеет всем здоровья пишите свои вопросы и комментарии будем с вами продолжать печь и испечем еще очень много всего интересного и обязательно приглашайте друзей подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы видеть новые мои сюжеты и конечно не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал